Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 25 апреля. Я вот вчера уже показывала, что начала высадку томатов. Высаживаю пока вот этот край, которые самые низкорослые. Вот у меня тут Демидов, Клуша, Госпожа Удача. Второй ряд сегодня буду высаживать Настенька. И вот пока я их все не прикопала, не воткнула в землю, я хочу вам показать, насколько отличаются толстоногие вот эти низкорослые сорта от простых. И вы посмотрев, вам станет понятно, почему я говорю, что для раннего посева именно нужно выбирать рассаду, которая не вырастает большой, которая не тянется. Тогда не будет проблем, ну, будет меньше проблем. Вот смотрите, вот у меня томаты одного дня посева. Вот Демидов, вот посрединке, такой коротенький, с темной, зелеными листиками. Вот это Настенька, Демидов будет 55 сантиметров, ну, в готовом виде. Настенька 75, поэтому она немножко выше. И вот это томат, смотрите, это, ну, эти они толстоногие оба, они не вытягиваются в рассаде. Вот это не толстоногий, он посеян с ними в один день. Вы видите, насколько у них, какая разница большая. Его пришлось уже в большую такую, как бы мне его вам показать во всей красе, его пришлось в большую тару уже пересаживать. И вот это именно тот томат, с которым будут сейчас у меня сложности в высадке, при высадке. Вы видите, что он очень высокий. Мне бы его заглубить вниз, туда. Ну, туда нам толкать пока что нельзя, потому что высадка ранняя, еще холод будет. И там в глубине ниже 15-20 сантиметров у нас, возможно, земля еще очень холодная, а может быть даже и лед. Вот, если я его туда прям затолкну, конечно, корневую я ему застужу, и поэтому я вот вчера уже говорила, что таких вот, Ванек, Встанек, мне придется высаживать. Вот так будет он. Вот эти, видите, какие у него эти, он уже пупырышками покрылся, вот эти воздушные корни, он прям хочет сам, чтобы его вот, сейчас подождите, руку освобожу, чтобы его прям вот до сих пор углубили. Видите, вот эти шишечки? Это все будет корневая, 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 но будет она вот так расположена. И вот это поднимется. Таким образом я его сравняю вместе вот с этими. Он будет у меня тоже в первом ряду, вместе с низкорослыми. Хотя этот томат не является сильно низкорослым, но он и не высокорослый, это не индетерминатный. Он в готовом виде всего метр-метр двадцать и сам вершкуется. А представьте, как бы он выглядел, этот томат, если бы я посеяла в ранние сроки инденты. Они бы были еще на 20 сантиметров выше, уже были бы полметровые. Это вот в такой таре. Этот же сорт, который я высадила в ведро. Смотрите, видите, какая помидорка. Но это, вот смотрите, его не назовешь как вытянутый, переросший. Это просто нормальный взрослый томат, у которого уже сам он, видите, сам он пошел в два ствола, который уже готов к тому, чтобы вот сейчас ему нужно зацвести и начать плодоносить. Вот сейчас я как только его высажу. Конечно, вот такие томаты на ранних сроках, я всегда говорю, сеять лучше не нужно. С ними дополнительные проблемы. Я предпочитаю всегда вот такие, но из года в год почему-то хоть несколько штук я высеваю вот таких высокорослых. Объяснить это ничем не могу. Мучаюсь каждый год. На будущий год опять, наверное, посею. Все, до свидания. Это мы сравнивали разные сорта томатов одного срока посева. Вот эти как куколки, они удобные. Сейчас высадил, а вот с этой буду я мучиться.